Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Позвольте представить результаты научно-исследовательской работы, которая была проведена в рамках Российского общества онкомомологов. И если мне покажут первый слайд, то будет еще лучше. Спасибо. У меня нет каких-либо конфликтов интересов. Эта работа абсолютно не конфликтная, и я думаю, что это большое его преимущество. На сегодняшний день, если мы говорим о стадировании акселярной области, то золотым стандартом является биопсия сигнальных лимфатических узлов у больных с клинически непораженными лимфатическими узлами. Мы можем долго обсуждать и возвращаться к вчерашним сессиям о том, что вопросы спорные, и, может быть, когда-нибудь мы откажемся от биопсии сигнальных лимфоузлов. Но если говорить о стандартной методике, то это стандартная методика, которую мы поддерживаем, выполняем, более того, пропагандируем и считаем, что она действительно нужна. Тем не менее, всегда остаются вопросы, которые хотелось бы изучить и обсудить. И в нашей стране к биопсии сигнального лимфатического узла отношение до сих пор достаточно настороженное. И основная настороженность связана, конечно, с тем, что хирурги боятся рецидива заболевания. На самом деле, в больших рандомизированных исследованиях с участием многих тысяч пациентов на сегодняшний день доказано, что локальный рецидив встречается крайне редко. Эта цифра не превышает 1,5% в больших рандомизированных исследованиях. И, в общем-то, опасаться в данном случае локального рецидива, наверное, не стоит. Еще очень важный момент – это долгосрочное наблюдение за пациентами. Самое известное исследование по биопсии сигнальных лимфатических узлов – исследование B32, в котором было показано в двух рукавах, один рукав биопсии сигнальных лимфатических узлов, другой рукав – полная акселярная лимфодисекция у больных с клиническим Н0, что, в общем-то, местный рецидив никоим образом не отличается ни в том, ни в другом рукаве. Акселярный рецидив ни в коем образом не отличается. Вне акселярное поражение также абсолютно сопоставимые цифры. Я бы попросил обратить внимание на самую главную цифру, которая расположена на этом слайде. Это частота ложно-отрицательного ответа, она фактически 10%. И самая интересная цифра – это 16% пациентов имели поражение лимфатических узлов по залитому препарату. При дальнейшем исследовании удаленных сигнальных лимфатических узлов 16% по залитому препарату имели метастатические изменения. Это очень важная цифра, и я на нее буду сегодня неоднократно ссылаться. И самое интересное в этом исследовании B32 ни врачам, ни пациентам не сообщалось об этих результатах. И те 10 лет наблюдения происходили у пациентов, у которых в последующем выявлялись те или иные метастатические изменения. Самая важная наша цель – это, конечно же, жизнь наших пациентов. Общая выживаемость безрецидивная, выживаемость локорегионарный рецидив, в общем-то тоже составляет абсолютно сопоставимые цифры. И говорить о том, что сегодня биопсия сигнальных лимфатических узлов – это какая-то инновация, что-то такое, что изучается, это, наверное, не совсем правильно. Это стандарт, который нужно принять и сделать все, чтобы эта процедура происходила в вашем учреждении. В нашем учреждении мы также проводим эту процедуру достаточно активно. И в нашем учреждении частота поражения лимфатических узлов при клиническом Н0 составляет порядка 17,6%. Много это или мало, но это сопоставимо с данными, которые есть в мире, и мы считаем, что эта цифра абсолютно приемлема. Выживаемость пациентов, я показываю только один слайд, мы еще раз говорю, говорим о благоприятных пациентах, клинический Н0. И, в общем-то, выживаемость, конечно же, она более чем приличная. Более того, поражение даже одного лимфатического узла дает выживаемость порядка 96%, и говорить о какой-то катастрофе при наличии одного метастаза совершенно не приходится. В нашем учреждении мы активно выполняем данную процедуру, и за последние 5 лет она возросла с 180 случаев до 680 случаев. Это связано со многими причинами, в том числе и в том, что мы стали делать биописию сигнальных лимфатических узлов у больных после надевантной терапии. Но это уже отдельная история, которую мы когда-нибудь, наверное, изучим и доложим. Еще очень важный вопрос, который нужно обсуждать, это исследование замороженных срезов сигнальных лимфатических узлов. Тоже один из краеугольных камней, потому что сама по себе процедура интересна, важна, но она не имеет никакого смысла, если у вас нет соответствующих патоморфологических лабораторий. Так вот, самое интересное, что на данном слайде представлен анализ 47 статей, 13 тысяч пациентов, средняя чувствительность 73%, средняя специфичность 100%, чувствительность при макрометастазах 94%, а чувствительность при микрометастазах 40%. То есть вообще никакая. То есть вообще бессмысленно делать большому счету срочное исследование лимфатических узлов на предмет выявления микрометастазов. Они выявятся только при окончательном исследовании в парафиновом блоке. То есть информативность биопсии сигнальных лимфатических узлов при клиническом 0% в отношении микрометастазов тоже достаточно спорная история и в то же время неплохие результаты общей безрецидивной выживаемости. Так что же делать, если при биопсии сигнальных лимфатических узлов все-таки обнаружен метастаз сигнальный лимфатический узел? На самом деле риск акселярного рецидива после биопсии сигнального лимфатического узла в группе больных, у которых выявлен метастаз без акселярной лимфодисекции. Микрометастазы локальный рецидив 0,3%, макрометастазы 0,7%. 30 статей 7151 пациент. То есть по большому счету выявлен метастаз в сигнальный лимфатический узел это не катастрофа с точки зрения выживаемости наших пациентов. Еще раз должен сказать, мы говорим о пациентах с клинической стадии Н0. Мы не говорим о местно распространенных стадиях, мы говорим о ранних формах с благоприятным течением заболевания. Лучевая терапия против акселярной лимфодисекции при выявленном метастатическом узле в сигнальный лимфатический узел. Самое известное исследование о мороз, когда сравнивалось акселярная лимфодисекция с лучевой терапией при выявленном метастазе. В принципе, никакой разницы нет. Лучевая терапия и акселярная лимфодисекция являются абсолютно сопоставимыми методиками, никоим образом не отдавая предпочтения какой-либо из них. В 2017 году на АСКО Тристос Сайен Парк сказал интересную с моей точки зрения фразу «При обнаружении макрометастаза во время биопсии сигнальных лимфатических узлов акселярная лимфодисекция может стать лечебным вмешательством, но только для тех пациентов, которым не показана лучевая терапия». То есть он говорит о том, что акселярная лимфодисекция при выявленном метастазе – процедура, которая достаточно спорна с точки зрения травматичности, опять-таки повторного хирургического возможного вмешательства, и, может быть, стоит ограничиться лучевой терапией на акселярной области, на другие зоны лимфооттока при выявлении метастаза в сигнальный лимфатический узел при клинической стадии Н0. Исследование Z2011, IBCSG, которое очень известно, каждое порядка 1000 человек набрано, сигнальный лимфатический узел с метастазом, изначально клинический Н0, группа акселярной лимфодисекции и без акселярной лимфодисекции. Меньше 1% метастаза в группе хирургического вмешательства, меньше 2% частота акселярного рецидива в группе, которая не подвергалась акселярной лимфодисекции. Исследование АМАРОЗ пациента, которым выполнялась в большинстве случаев органосохраняющая операция 248 мастектомий, метастаз в сигнальный лимфатический узел, 0,9% частота акселярного рецидива при акселярной лимфодисекции, 1,8% при лучевой терапии. По большому счету мы говорим о том, что срочное исследование, это вообще становится большим вопросом. Более того, если мы говорим о пациентах клинической стадии Н0, акселярная лимфодическая диссекция тоже является достаточно большим вопросом. Я понимаю, что звучит это странно, и то, что я озвучиваю, может вызвать бурю вопросов, и они будут абсолютно оправданы, но я лишь демонстрирую результаты больших рандомизированных исследований, не более того. Ну и как следующий шаг, если уж мы настолько с вами начали сомневаться в процедуре биопсии сигнальных лимфатических узлов, а может быть вообще не нужно делать эту процедуру? Может быть то, к чему мы призываем и говорим о том, что давайте делать биопсию сигнальных лимфатических узлов, почему вы ее не делаете? Может быть есть такая группа пациентов, которым не нужно делать биопсию сигнальных лимфатических узлов, и не нужно делать акселярную лимфодисекцию? На самом деле вопрос интересный и, наверное, стоит обратиться к большому исследованию, исследованию АТАК, исследование, которое проводилось во всем мире, огромное количество участников, в том числе наше учреждение проводило это исследование и до сих пор отслеживаются результаты. Больные постменопаузы, благоприятная группа пациентов с гормонозависимым ракомолочной железы, только гормональная терапия, 9 лет наблюдения. У пациентов с выраженным поражением лимфатических узлов более 4 метастазов кривая отличается принципиально от пациентов, у которых не было метастазово-лимфатические узлы и у которых было от 1 до 3 метастазово-лимфатические узлы. То есть мы говорим о том, что есть благоприятная группа больных, которая на фоне гормонотерапии, в общем-то, демонстрирует более чем неплохие результаты по выживаемости безметастатические. Поражение от 1 до 3 лимфоузлов сопоставимо с группой больных, у которых вообще лимфатические узлы были не поражены. Причем надо сказать, что это исследование, где акселярная лимфодиссекция выполнялась всем больным. У нас нет здесь каких-то сомнений, что стадирование было выполнено неправильно. Нет, оно все было выполнено правильно, потому что выполнялась полная акселярная лимфодиссекция. Еще одно исследование, которое называется ИНТ-0998, оно давным-давно закончено, и результаты, которые авторы демонстрируют, в общем-то, они тоже имеют длительный период наблюдения. 565 пациентов, клинически благоприятная группа Т1Н0, размер средний порядка 13 мм. Пациентам выполнялась квадрант-эктомия с акселярной лимфодиссекцией и квадрант-эктомия без вмешательства на подмышечную область. Лучевая терапия проводилась на остаточную ткань молочной железы без отдельных полей на подмышечную область. Это очень важный момент. Тем не менее, подведение лучевой терапии на молочную железу опосредованно все равно влияет на акселярные лимфатические узлы. Если вы поговорите с радиологами, то они вам абсолютно это подтвердят. Системное лечение в зависимости от биологического подтипа. Более чем длительное наблюдение. Никакой разницы. Еще раз говорю, мы говорим о благоприятной группе больных с ранней формой раком молочной железы. И общая выживаемость точно также демонстрирует более чем благоприятный результат. 1984 год. Метастазы в лимфатических узлах – индикаторы выживаемости, но их удаление на выживаемость не влияет. Этой фразе уже много лет. Скоро 25, даже больше уже. Да, 25 лет в этом году. И фактически… Нет, какие 25? Что-то больше. 35 лет. И эта фраза, произнесенная много лет назад, до сегодняшнего дня, все равно является лишь постулатом красивой теории, которая пока не очень реализуется в клинической практике. Может быть, у нас с вами есть методы, которые позволят нам не делать стадирование с помощью хирургического вмешательства. Может быть, мы можем пользоваться УЗИ, МРТ, КТ, изотопными методами исследований. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас с вами нет инструментального метода, который бы демонстрировал 100% специфичность и 100% чувствительность. В нашем учреждении мы используем комбинацию методов. Да, у нас очень хорошо развита изотопная диагностика. В сочетании с ультразвуковой диагностикой мы можем говорить о специфичности порядка 94,6%. То есть при выявлении метастазов двумя методами, инструментальное выявление, мы можем говорить, что почти 100% там будут метастазы при выполнении инвазивных методик стадирования биопсии сигнальных либо акселярной лимфодисекции. Но исследования инструментальные, к сожалению, это исследования, которые не всегда нам могут помочь. Более того, я немного ниже об этом поговорю, разное качество выполнения инструментальных исследований в разных учреждениях, к сожалению, дает совершенно разные результаты. Не мог не сказать об исследовании САУН, которое, в общем-то, говорит о том, что не надо делать, возможно, не надо делать акселярную лимфодисекцию. Но все история в том, что мы постоянно ссылаемся на это исследование, но его результаты будут только в 2025 году. Конечно, мы 5 лет подождем, о чем речь. 5 лет – это вообще мелочь, по большому счету, в рамках Вселенной. Но 5 лет – это много, и этому исследованию уже тоже много лет, и мы можем ждать, но что-то хочется, в общем-то, делать. Поэтому мы в рамках НИР задумали исследовать определение группы больных, которым можно не выполнять акселярную лимфодисекцию биопсии сигнальных лимфатических узлов. Предпосылки для этого есть. И, конечно же, на первом этапе мы обратились еще к определенным исследованиям. Они есть. В данном случае локальное лечение у пожилых пациентов, безопасность отказа от биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов старше 70 лет. И, в общем-то, нужно сказать, что показатели смертности от рака молочной железы в данной группе абсолютно не пугающие. Пациенты старше возрастной группы умирают, но в большинстве случаев они это делают не по поводу рака молочной железы. Совершенно другие причины смерти. Поэтому мы, в общем-то, предполагали, что, вероятнее всего, речь пойдет о пациентах с благоприятной стадией заболевания, с благоприятным биологическим подтипом. И, наверное, старшая возрастная группа – это группа пациентов, у которых можно надеяться на то, что мы можем выявить тех пациентов, которым не надо стадировать с помощью тех или иных инвазивных методик акселярной области. Мы предприняли попытку ретроспективного анализа поражения лимфатических узлов у пациентов в категории клинический Т1-2 и 0.0. Основное условие, которое было для включения пациентов в это исследование, то, что пациенты должны иметь клиническую стадию Т1-Т2. У пациентов не должно быть клинических признаков поражения лимфатических узлов, и пациентам должна выполняться та или иная процедура, будь то биопсия сигнальных лимфатических узлов, либо акселярная диссекция для того, чтобы сравнить на самом деле, насколько часто выявляются метастазы в акселярной области. Вошло 1245 пациентов, различные центры присылали нам данные, я о них обязательно скажу в конце доклада, и, в общем-то, результаты, которые, позвольте продемонстрировать. Распределение по стадиям клинический Т1-0.0 – 67%, клинический Т2-0.0 – 33%. Мы разделили пациентов по возрастным категориям для того, чтобы определить возможную группу больных, у которых, может быть, можно отказаться от акселярной лимфодисекции. Пациенты моложе 54-х лет, их было 26%, и клинический Т1 было 150%, Т2 – 306%. Метастазы выявлялись, соответственно, у 25% клинический Т1, и у Т2 – 26%. Мы анализировали степень гистологической злокачественности. Нужно было сказать, что у молодых пациентов моложе 54-х лет G1 метастазы выявлялись у 29%, G2 – у 25%. Почему G1? На самом деле тоже была дискуссия большая, на что опираться. Ки-67 – слишком разные показатели. Гормонозависимость – да, это очень важный фактор, но большинство наших больных все-таки имеют гормонозависимость. Г1 – это тот показатель гистологический, который, в общем-то, достаточно унифицирован и очень прост для определения. И с точки зрения различных таблиц G1, G2 и G3 – это тот показатель, который маломорфологи определяют достаточно точно, и разночтений встречается не так часто. Следующая возрастная группа – это пациенты до 64-х лет, их было 25%. И опять-таки я должен сказать, что клинический Т1-2Н0 у пациентов выявляются метастазы в 28%, G2 – в 22%. Пациенты старше возрастной группы 65 лет. При клинической стадии Т1 встречаются у 16% метастазы в акселярно-лимфатические узлы, G1 – у 20% встречаются метастазы в акселярно-лимфатические узлы. Только в одном центре у пациентов старше 65 лет клинический Т1-Н0-М0-Г1 были обнаружены метастазы в лимфатические узлы. В остальных центрах у пациентов старше 65 лет клинический Т1-Н0-М0-Г1 метастазов не было обнаружено вообще как таковы. И опять-таки в данном случае нужно говорить о том, что, конечно же, массив данных нуждается в дальнейшей обработке. Потому что, во-первых, у нас не было унифицированной методики инструментального определения статуса лимфатических узлов. И здесь возможны различные трактовки, потому что методы оператор-ориентированы УЗИ-метод. У кого-то есть в арсенале изотопная методика, кто-то пользуется МРТ-стадированием. Но, тем не менее, это вопрос к инструментальной диагностике как таковой. И второй очень важный вопрос – это вопрос гистологического исследования. Да, действительно, не все, вернее, все пациенты не прошли гистологическое исследование в одной центральной лаборатории. Это достаточно дорогое удовольствие, и мы пока себе этого позволить не можем. Поэтому простота этого исследования была в том, что мы берем все инструментальные данные, какие есть, и мы принимаем все гистологические заключения, которые проводились в различных лабораториях наших онкологических учреждений. И, тем не менее, проследивается очень интересная таблица о том, что количество метастатических поражений с возрастом процент уменьшается, со стадии он уменьшается, и в зависимости от G1 он уменьшается. Минимальный процент метастатического поражения у пациентов старше 65 лет при сочетании T1 и G1 он встречается у 9%, при сочетании T1 и G2 он встречается у 16%. Я, начиная свой доклад, говорил о том, что в исследовании B32 скрытые метастазы, условно скрытые, которые не были открыты на момент проведения исследования, составляли 15,9%. И это были пациенты, которые имели различный возраст, различную степень гистологической злокачественности, и, тем не менее, они продемонстрировали абсолютно сопоставимые данные общей безрецидивной выживаемости. Поэтому, в принципе, когда мы говорим о отдаленных результатах, которые, конечно же, можно ожидать, и мы можем их почитать через 10 лет, то при данной стадии заболевания процент поражения метастазов абсолютно сопоставим с тем самым исследованием B32, с которого мы с вами сегодня и начинали. Результаты, которые мы получили, представлены на данном слайде, безусловно, факторы риска метастатического поражения – это возраст, биология опухоли, степень гистологической злокачественности и размер первичного очага. В группе больных клинический Т1 и 0, и 0, и G1 частота метастазового лимфатического узела по данным промежуточного анализа составила 14%. Эта частота абсолютно сопоставима с теми цифрами, которые получаются при биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов в больших рандомизированных исследованиях. В общем, в нашей рутинной практике мы имеем 17% метастазов при клинической стадии 0, что, в общем-то, тоже было продемонстрировано. Конечно же, необходим дальнейший анализ хирургического стадирования, возможно, унифицированные методики УЗИ МРТ-момографической диагностики, и для определения такой категории пациентов необходим дальнейший анализ материалов. Я хочу сказать большое спасибо коллегам из Санкт-Петербурга, Воронежа, Владивостока, Ростова, Нодарну и Центра Чувашии, которые предоставили данные о своих пациентах. У нас на сегодняшний день есть данные еще из трех городов, которые, к сожалению, пока не включены в общий анализ, но я надеюсь, что этот анализ расширится, и к концу года это позволит нам опубликовать, возможно, окончательные результаты данного исследования, которое было многоцентровое, и, в общем-то, мне кажется, достаточно удачное. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Вопросы? Пока нет. Ну, у нас будет время потом для... А можно микрофон? Ну, Александр Сергеевич, я там вообще не знаю. У Ильдара Искандеровича есть вопрос. Пожалуйста, Ильдар Искандерович. Будьте добры, микрофон, пожалуйста, если он где-то есть. Микрофон нужен для усиления. Микрофон. Она общеизвестная, что при лимфоаденоктомии, вернее, при проведении лимфоаденоктомии на выживаемость никак не влияет. Я правильно же понимаю? Да, абсолютно. Почему тогда, если мы делаем сигнал о лимфоаденоктомии, находим там два пораженных лимфатических узла, мы все-таки продолжаем делать лимфоаденоктомию, если это не влияет? Вообще, краеугольный вопрос, честно говоря. Я поэтому его и сдаю. Да. Если позвольте, начну чуть-чуть издалека. Стандарты меняются. И мы с вами, находясь в онкологической службе какое-то время, наблюдаем за изменением стандартов. И то, что мы делали 10 лет назад биопсию сигнальных лимфоузлов, и с этой трибуны я и другие мои коллеги говорили, что это нужно делать, на тот момент это было постулатом. Сейчас мы начали в этом сомневаться. И наша работа – это как раз попытка эти сомнения развеять. И почему мы делаем, и мы делаем акселярную лимфодисекцию? Потому что стандарты говорят о том, что это надо делать. Возможно, стандарты изменятся, когда мы будем проводить научную работу. Но на сегодняшний день мы это делаем только потому, что общество онкологов, российское общество онкологов, другие общества еще не приняли это как стандарт. В большинстве европейских стран, которые приняли исследование омарок как основополагающее, они отказались от акселярной лимфодисекции при выявлении одного-двух лимфоузлов при органно-сохраняющей операции. Наши голландские коллеги отказались от срочного исследования лимфатических узлов, если они выполняют органно-сохраняющую операцию, клинические ноль. Это вопрос стандартов. И я сейчас с трибуны, доложив наши результаты, еще раз говорю, в рутинной клинической практике пока нет ни одного основания не делать этого. Может быть, мы ошибаемся все. Но пока общество российских онкомологов в рекомендациях это не пропишет, и это не станет стандартом, закрепленным министерством здравоохранения, я тоже буду всегда говорить на учебных циклах делайте акселярную лимфодисекцию. Спасибо. И последний вопрос. Вы в слайде показали, что при G1 количество метастазов было небольшое. Да, я правильно понимаю? Да. Потом у вас в графике нарисованном при G2 самого большого количества метастазов. А чем вы объясните, что при G3 опять уменьшается количество метастазов? Это не достоверно статистически, что так получается, потому что по логике должно быть при G1 мало метастазов, при G2 больше, а при G3 еще больше. У вас график другой немного. Там есть различные цифры в различных возрастных группах, и действительно есть группа, где G3 меньше метастазов. Но их там все равно слишком много, если, ну не слишком много, их больше, чем те самые вот 15%, от которых мы отталкиваемся. Почему? Не знаю. Я к чему клоню. Вы сказали, что биологически по типу опухоли мы не стали смотреть, это мы не стали смотреть, мы посмотрели только по G. Но так мы делали раньше, и 25 лет назад. Потом мы стали ориентироваться на биологический по типу опухоли. А сейчас получается, правильно ли я понял, что мы опять должны все-таки ориентироваться на степень злокачественности? Нет, мы должны ориентироваться на все наши показатели, степень злокачественности. Просто в нашей работе это было основополагающее. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.